Вот, собственно, не так давно был саммит Украина-ЕС, тут в Киеве, как бы приезжали и Урсула фон Дерляйн, и другие достаточно высокопоставленные чиновники, собственно, Европы. Вот какие результаты, чего стоит ожидать от этих заяв, которые были, не один раз мы говорили об этом, собственно, сколько времени понадобится для того, чтобы Украина таки вошла в ЕС? Ну, во-первых, я должен сказать, что, по-моему, эта встреча в Киеве, встреча Евросоюза и Украины, это историческое событие очень большой важности. Смотря на то, что вот этот саммит прошел во время войны, даже во время обстрела большой части территории Украины российскими оккупантами, но, несмотря на все, было подемонстрировано очень четко, что Украина – это часть Европы, и руководители Евросоюза, а, кстати, их было там точно очень много, это было и председатель Еврокомиссии Уршула Вендерлайн, и президент Совета Шарль Мещель, а также 15 комиссаров. Это значит, что больше, чем половина Еврокомиссии приехала в Киев. Что важно понять? То, что я прочитал и окончательный документ в конце, значит, этой встречи, но там, по-моему, две очень важные такие вести для Украины. Во-первых, Евросоюз заявил очень четко и даже, я бы сказал, подтвердил, без никаких условий, что помощь Украине будет представляться столько-столько надо, и нет никаких ограничений во времени. То есть это четкий подсказ, что Украина будет всегда иметь партнера в лице Евросоюза, и помощь будет представляться. А второе, что было заявлено, что будущее Украины – это Евросоюз. И полноценное членство в Евросоюзе, да, остается решить некоторые технические, юридические части этого. Конечно, я чуть-чуть преуменьшаю, это переговоры всегда серьезная вещь, они могут продолжаться годами, может быть. Но я думаю, что мы приближаемся к тому дню, к началу переговоров очень скоро, потому что я вижу, что Украина – это и правительство, и Верховная Рада занимаются очень серьезно теми работами, которые предстоит уже теперь, вот семь этих дополнительных рекомендаций. И я думаю, что, читая весь документ встречи, что разговор был очень откровенный, но и очень эффективный, потому что в нем есть очень серьезные заявки, такие, которые мне не оставляют никакой, значит, места для вопроса, так, будет Украина частью Евросоюза или нет? Конечно, будет. Давайте спешить время, сколько можем, своей общей работой, но тут, наверное, главное уже и не время, я думаю, что главный – сам результат. Пятрас, ну и в СМИ начинает появляться информация, что Европарламент почти единогласно считает, что Украина должна быть членом Европейского Союза. Собственно, об этом сказала руководительница Европарламента Роберта Мацола. Она сказала о том, что это показывает, что политически можем досягать этих вещей, которые кажутся, на первый взгляд, невозможными, если правильно это делать. И тут роль Европарламента, как на меня, отыгрывает очень важную роль. Она сказала, собственно, действительно ли в Европарламенте настолько большая поддержка Украины, собственно, что почти единогласно они готовы проголосовать за то, чтобы в свое время Украина все-таки присоединилась к Союзу? Да, я должен сказать и подтвердить вашу мысль, что в Европарламенте большое, я бы сказал, большинство, серьезное большинство, такое, знаете, очень солидное. Вот по последней резолюции 489 евродепутатов проголосовали за, ну, почти что 500, да, из 705. Так тут не надо и задаваться вопросом, имеет ли Украина в лице Европарламента поддержку? Конечно. А еще важнее то, что, знаете, поддержка Украины высказывается всеми европейскими институциями, то есть Европарламент, комиссия и Совет. Нет, имеются некоторые вопросы у отдельных стран, особенно по графику, по условиям и так далее, но я думаю, что работая вместе, мы можем достичь и того, что эти страны все-таки придут к мнению, что нет альтернативы, только ускоренное членство Украины в ЕС, это то, что нужно теперь. Потому что мы должны все очень четко и открыто понять, геополитическая ситуация в Европе настолько изменилась, настолько изменилась, она стала совсем другой, о которой мы тут некоторые говорили уже раньше, но не все понимали, не все принимали это во внимание, но теперь уже мы не имеем никаких альтернатив, только идти по пути, первое, делать Европу еще более сплоченной, второе, принимать в Европу те страны, которые говорят о общих ценностях и имеют цель проводить реформы, которые нужны и Европе, и этим странам, и третье, вся помощь должна быть мобилизирована, помочь этим странам. Тут думать, что как-то все сложится, знаете, в Европе таким каким-то, я не знаю, способом, что нам не надо будет принимать таких серьезных решений, я думаю, это самообман. Россия представляет, в принципе, экзистенциональный риск европейскому континенту, нашей системе, поэтому Украина, как часть Европы, она должна быть с нами, а не где-то наряду или в холодной комнате ожидания на какое-то время и так далее. Здесь уже должны быть совсем другие приниматься решения. И знаете, мне очень понравилась мысль Роберта Шумана, которую он сказал вот в 50-м году, 9 мая, он сказал так, когда возникают такие ситуации, которые грозят геополитически, надо принимать творческие политические решения. Вот поэтому нам надо вот это творчество теперь развивать и найти тот способ, каким и Европа будет готова принять Украину, и Украина будет готова вступить в Европу. Пятрос, ну еще одна очень важная, как по мне, тема, это то, что Европарламент, он поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по поводу гарантии безопасности для Украины. Собственно, считаете ли вы, что вот именно в моментах безопасности как и Украины, так и Европейского союза надо сконцентрироваться вот в первую очередь, да, вот когда уже партнерство будет как-то официально оформлено там в документах? Конечно, да. Потому что теперь Украина стала, знаете, целью агрессии и объектом агрессии Российской Федерации. А эта агрессия нам, в принципе, она всегда имеет тенденцию развиваться. Слушая то, что теперь говорят российские политики, и некоторые эксперты, и пропагандисты, знаете, это уже не смешно. Но, в принципе, угрозы идут каждый день не только, кстати, нашим соседям и соседям Украины, вот в частности Молдове, но и самим странам Евросоюза и НАТО. Это значит, что мы должны очень серьезно относиться к тому, что происходит, и не думать, что, знаете, тут, как некоторые пытались раньше говорить, что, знаете, тут конфликт между Украиной и Россией нет. И это, кстати, очень четко сказано в заявлении после встречи в Киеве на верхах Евросоюза и Украины, что это значит столкновение демократии и российского шовинизма, и российской агрессии. Это вот четко надо понимать. Украина является той частью демократии, которую мы должны тоже сохранять, делать все возможное, помогать. Поэтому система безопасности Европы теперь терпит испытания в Украине. Мы видим наши слабые места. Мы знаем, что нам надо сделать. Делать вместе с Украиной. Поэтому и членство в НАТО, украинское членство в НАТО является очень важным вопросом. Но нам всем надо заниматься безопасностью совсем по-другому, чем мы это делали некоторое время тому назад. Поэтому, знаете, это огромная цена, которую платит Украина. Но это возможность Европе совсем пересмотреть и построить такую систему безопасности, что такие агрессоры, как теперь Российская Федерация, не могли бы замахиваться на отдельные страны или на весь блок европейской безопасности. Все-таки присоединиться к ЕС смогут ли потом в Европарламенте собственно говорить и о членстве в НАТО каком-то? Верите ли вы в это и о чем говорят в кулуарах, если можно так выразиться? Знаете, я вообще придерживаюсь мнения, что и европейская безопасность, и членство НАТО это тоже самое, это неделимое. В принципе, ну какие тут могут быть отличия, если страна соответствует критериям членства в ЕС и тем самым высказывает свое желание и готовность вступать в НАТО. Это, в принципе, тот же самый процесс. Мы говорим, в принципе, о системе западной демократии и безопасности. Поэтому, да, мы об этом говорим. Кстати, на этой неделе мы имели очень интересную дискуссию в Комитете по иностранным делам и Комитете по безопасности и обороне. Это общее. Господин Расмусен, Андерш Расмусен, он, кстати, является коавтором. Расмусен, Ермак, документа по так называемый киевский документ по безопасности Украины. Очень серьезную дискуссию. И там звучало не раз, что вот цель этих гарантий, в принципе, одна гарантия — это членство в НАТО. Потому что НАТО — это, как всегда говорится, один за всех, все за одного. И поэтому здесь уже замахиваться не придется даже Российской Федерации. Да, это, конечно, является окончательной целью принятия Украины в блок НАТО. И в этом нет никакой, как говорится, проблемы или так далее. Это же блок, оборонительный блок и так далее. И вот самый хороший пример. Вот смотрите, Россия всех пугала, что НАТО тут готовится начинать какие-то конфликты, но конфликты исходят из России. И этот исторический опыт и урок нам надо понять полностью всем на западной стороне полушария, европейского полушария, и принимать адекватные решения. Спасибо вам за такую информацию. Я немного добавлю информации, чтобы зрители знали больше и понимали, о чем идет речь. Украина налаштована, якомога швидше стати частиною ринку ЄС в усіх ключових галузях. Це важка промисловість, сільське господарство, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера та митниця. У сферах, де Україна впритул наблизилася до повного переходу на правила Євросоюзу, режим внутрішнього ринку ЄС має бути запроваджений іще до початку переговорів про вступ. Про це зазначив на спільній консультації уряду України та Європейської комісії. Урсула фон дер Ляйн на прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем повідомила, що Єврокомісія запропонує державам продовжувати скасування мит для України ще на рік. Український прем'єр зазначив, що завдання України до кінця 2023 року бути готовою до переступних виборів, а до 2024 року бути готовою до членства в ЄС. Пятерас, исходя з такой информации, прем'єр-міністр України говорить о том, що 2024 року буде годом ЄС для України, що вже таки вступимо ми в цей союз. І хотів би з вами ще поговорити о сотрудничестві. В чому може бути більше всього? Це дуже хороший питання, тому що ви правильно сказали зрителям, що ми тепер вже розсматриваємо ускоренне вступлення України і прийняти її в свій ринок, тобто обший ринок Євросоюзу, а я должен сказати із свого опыта, що це головна двіжаща сила прогреса в країнах-членах Євросоюзу. Це обший ринок. А обший ринок – це 4 свободи. Це свободне движення товаров, услуг, рабочій силі і капіталу. І коли це все відвіжиться, коли в силу цих всіх прав, можливостей і принципів приходять і інвестиції, і економіка починається, починає двигатися вперед, це саме головне движюча сила. Тому це раз. Вторе. Бо відказано о ускоренній вступленні України в определенні програми. Це і по таможні, і по іншим програмам. Хороше було принято рішення, що відменяються взноси України по участью в цих програмах. Це дуже правильне рішення, тому що Україна должна свої гроші класть в совсем інші рішення і так далі. Ми це все розуміємо. І тут тоже большой смысл всього цього, тому що коли країни участвують в програмах Євросоюзу, вони учаться. Вони понимають сути определенних горизонтальних ініціатив і программ. Це дуже важливо. Це допомагає країнам перенимати самый хороший опит. Також, як і, скажімо, обмен спеціалістами, опитом і так далі. Це кажуть со сторони, що ну що, тут якісь бюрократи будуть роз'їжджати і так далі. Ні, вони учаться, вони приймають опит, тому що, знаєте, бути членом Євросоюзу, це значить роботи со всім в полності і со всей ответственностю по всім вопросам, які должны прийматися. Тобто, надо знати і процедури, і це надо знати і саме головний вопрос і так далі. Тобто, і даже вот це решення по ромінгу, тобто, по уміншенню цін тарифів, мобільній зв'язки, давно нам треба перейти к цьому, тому що неоправдані на більші тарифи, коли звонять в Євросоюз українці чи наоборот. Тому, є дуже багато можливостей, але я ще раз хочу сказати, вступлення в общий ринок, це є стратегічно важним і обосновано необхідним рішенням, о якому ми тепері вже говоримо, тому що це можна зробити і без безкаких-то формальностей по членству. Це, скажімо, приведу пример, що Норвегія є членом общого ринка, она, конечно, платить определенні взноси, тому що она не хоче бить членом, але в случае України ми видим совсем другу ситуацію. Пятрос, ну, ще один момент, который хотілося б с вами обсудити. Собственно, попал я на такое сообщення від СМИ, собственно, Эль Паїс об цьому пишет, мол, некоторые государства Європейского СЮЗа считають, що вступлення України в блок не буде быстрим, а займёт светові годи. Річ идёт о Франції, Германии і Нідерландах, які скептически настроені к заявліням глави Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн і також президента Європейського совета Шарля Мишеля, які привержені вступлению Києва в ЄС і являються одніми із самых громких голосів европейської поддержки Украини. Собственно, може ли це бить дійсвительно так, що вотнікаторі країни все-таки неуверені в тому, що Україні стоїть присоединяться? Європейські країни, то є це не то, що країни, а політики, вони формують мнення, то є те політичні сили, які відважують цими країнами, коаліціями, да, вони мають определенні сомнення здесь і по економічному розвитію, тому що один із критерій, кстати, членства в Євросоюзі, це вообще можливість країни виконувати всі необхідні потребування, які відплувають з формального членства. Це ясно, але, як я і говорив, геополітика все-таки диктує свої правила. Я вам задам тоже вопрос, а хто верив в прошлом року, що в іюня, 23 іюня, ми примемо решення по статусу кандидата України? Немногі верили в це. І тому тут якимось задаватися большими вопросами, як тут і все, тут десятилетия і так далі. Знаєте, все решає человеческа воля і політичне понимання всього вопроса. Да, я не буду тут утверждати, що за полгода чи за 8 місяців Україна станет полноценним членом. Це буде, наверное, нереально. Але я вижу і такі можливості, що, скажімо так, Україна може може можливість всіх чи можливі можливі членства і безформального членства. А формальне членство, знаєте, можливість, можливість можливість організувати референдуми. А на цих референдумах, знаєте, і русська пропаганда іноді грає свої гри. можливість можливість рівні національні референдуми по цьому вопросу. А в інших країнах це решення можуть прийняти і національні парламенті. можливість можливість такі можливість можливість Україні особіна. Це і фінансова допомога, і выход на общий ринок, і вообще сотрудність в тех секторах, які определяють прогрес України і вообще укрепляють государственность України. Тому будем слухати багато висказання, що тут трудно зробити і той. А чому не спробувати і зробити, а потім вже говорити о трудностях, які були позади нас. І, собственно, в кінці хотілося б добавити ще немного інформації, вкратце, тому що времени не так багато. Війна та тимчасово окуповані території не стануть перешкодою для вступу України в ЄС. Так вважає заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. На його думку, якщо буде створено необхідні інститути, щоб відповідати усім критеріям, то війна не стане перешкодою до вступу в ЄС. Є досвід певних країн, членів, які до кінця не врегулювали свої територіальні претензії, зазначив український дипломат. Я думаю, що у переговорному процесі ми дійдемо рішення щодо вступу, але не сумніваюся ні в ЗСУ, ні в українському народі, ні у президентові, що ми завершимо нашу перемогу до вступу ЄС. Найбільш реальний сценарій, що Україна стане членом ЄС за два роки, зазначив Точицький. А от ви, як вважаєте, війна може помішати рішенню вступити Україну в ЄС чи ні? Політично і юридично ми знаємо, де коріння України. Це не викликає для нас ніякого питання. Якщо говорити о територіальному суверенітеті і так далі, війна імеє другою, другою, аспект. Це фінансово і вообще, скільки внимання політики і правительства должны кожний день, кожний час тратити на войну, сохраняя безпасність країни. Але, знаєте, як говорилось і по вступлению Кипра. По вступлению, значит, в Кипрі було сказано, що тільки один Кипр може стати членом Євросоюзу. Це значить вопрос времени по объєднению і так далі. Тому, якщо Путін і думав, що за счет війни він здержив Україну від інтеграції в западні структуры, я думаю, що ми всі видим на реальному примері, що це таке ожидання, це просто йде в провал, і наоборот, Україна і запад ідут друг к другу навстречу і просто ускорюють інтеграцію. Я зроблю сам лично все, щоб це стало реальністю. Спасибо вам большое і спасибо всім партнерам, які так чи інакше, но можуть помочь українській армії і українському народу, які зараз вимушні просто віжджати в европейські країни, просто убігаю від цієї страшної війни. П'ятер Саустравич, це депутат Європарламенту від Литви. Бу з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже.